5 тысяч автомобилей в год такую задачу ставят перед собой Кыргызстан и Китай. Сегодня открываются новые перспективы для сотрудничества. Это завод по производству и выпуску электромобилей, включающий в себя и создание соответствующей инфраструктуры, такой как обслуживание электрокаров, замена аккумуляторов и, конечно же, сервисы, где можно подзарядить авто. Проект инвестиционный, примерная сумма 150 миллионов долларов. Запуск автозавода будет способствовать не только экономическому развитию, но и создаст более 500 новых рабочих мест. Разработчики уверяют, что электрокары будут весьма доступны для простых жителей. Непосредственно продажи электромобилей, локализованная сборка, сервисное обслуживание и, кроме того, строительство пунктов зарядных устройств. Пожелание от китайских наших партнеров, чтобы эти зарядные устройства находились каждые 200 километров, то есть как в городе Бишкек, так и за его пределами. То есть на сегодняшний день уже с Министерством энергетики и с мэрией города Бишкек эти вопросы полностью решены. Я уже информировал наших инвесторов о том, что места для подключения уже готовы, то есть они могут привести свою инфраструктуру и уже начинать непосредственно монтаж своего оборудования. Мы не раз приезжали в Кыргызстан, изучали инфраструктуру и экономику и пришли к выводу, что лучше вкладываться в развитие строительства электромобилей. Стоимость электромобилей будет доступна и будет на две трети дешевле, чем обычные автомобили. На рынке производства мы уже более 20 лет. Мы создаем не только электромобили, у нас также научные разработки и передовые технологии. Все входит в сферу нашей деятельности. Подобные перспективы открывают и новые возможности для предпринимателей нашей страны. Торговля, логистика, партнерские отношения отлично зарекомендовали себя на рынке Кыргызстана и Китая. А Дылбек вот уже 8 лет занимается грузоперевозками из Поднебесной. Сейчас с возобновлением выдачи виз улучшились возможности перевоза товаров, как логистика, так и сервис. Кыргызстан очень зависит от грузопотока с Китая. Только у нашей компании до 600-700 машин в год. В Кыргызстан в день заезжает около 200-300 машин в день груза. Поэтому потребность в грузоперевозках очень большая. Затруднения они есть всегда, но послабления и улучшения очень большие. Наше правительство, также президент делает очень большие усилили. Вот, например, в этом году весной были сняты ограничения, ковидные ограничения с Китаем, и грузопоток увеличился, и наши водители начали получать китайские визы. Соответственно, у нас транспортировка удешевилась. Если в пандемийное время была перевозка, там, ну, по крайней мере, в 2-3 раза было дороже в пандемийное время. Соответственно, сейчас удешевляется, соответственно, грузы клиенты получают уже на рынке, все дешевеет. Сегодня отношения Китая и Кыргызстана динамично развиваются. Стратегические партнеры и верные союзники страны реализуют множество совместных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь». А предстоящий визит президента Садыра Джапарова в Китай откроет новые возможности для взаимного сотрудничества. В прошлом году объем торговли между нашими странами достиг 4 миллиарда 130 миллионов долларов США. Это новый исторический рекорд. И в этом году тоже с января по февраль объем торговли между нашими странами на основе прошлого года еще на 30% повысилось. И поэтому отношения, сотрудничество в области торговли, экономики, это мы всегда с надеждой и с уверенностью смотрим. Международные эксперты сходятся во мнении, что Китай может стать одним из крупных инвесторов в Кыргызстане. Есть ряд перспективных направлений. Это энергетика, промышленность и туризм. Будет создано много, я считаю, тысяч рабочих мест с достойной заработной платой. Помимо этой железной дороги, вокруг этой железной дороги будут разрабатываться наши природные ресурсы, которые мы сможем экспортировать путем этой железной дороги в Каспийское море через Узбекистан и Туркменистан. И далее по Каспийскому морю через Азербайджан мы можем экспортировать наши товары, в том числе в страны Европейского Союза, через Иран, в страны Персидского залива. Есть возможность улучшить товарооборот. Конечно же, Китай – один из крупных поставщиков товаров не только на рынок Кыргызстана, но и всего мира. К Кыргызстану тоже есть что предложить. Ежегодно увеличиваются объемы экспорта меда, орехов, различных сухофруктов, сырья кожи и шерсти.